Доброго времени, дорогие друзья! По работе с микрозаймами здесь тоже все очень просто. Заходим в раздел «Микрозайм», выбираем страну, в которой находимся. Вот если у вас здесь другая страна, допустим, например, у вас может быть Украина или может быть Казахстан, вам нужно выбрать Россию, допустим. То есть вот таким образом выбираем здесь, где написано «Микрозаймы онлайн» в такой-то стране. Выбирайте страну, в которой находитесь. И вот если по России, то рекомендую выбрать беспроцентные займы, то есть где от нуля до одного процента. Как правило, это будет, если значит от нуля до одного процента, то первый микрозайм будет под ноль процента. Вот здесь их очень много. То есть вот можно начать вот с этого «Микрозайма Манимэн». То есть здесь очень важно внимательно, предварительно изучите все условия. Вот для того, чтобы взять этот микрозайм, вам не нужно никуда идти, вам достаточно иметь карту Visa или MasterCard. И точно так же с этой же карты вы потом этот микрозайм обернете. Первый микрозайм бесплатно, соответственно, под ноль процентов до 15 тысяч рублей. Здесь посмотрите внимательно условия, требования, регионы, собственно, вся Россия. Далее вот кликайте на кнопочку «Подать заявку». Вы попадаете на страницу сайта именно этой организации. Вот они предлагают взять микрозайм. Смотрите, вот здесь ноль процентов. Видите, от полторы тысячи до… Ну, нам не надо, столько много берем, там, не знаю, например, там 2-3 тысячи, ну пусть вот 2 с половиной тысячи. Здесь очень важно смотреть это взямы. Очень важно вовремя вернуть этот микрозайм. То есть, если вы возвращаете его вот в этот заявленный срок, то вы за него не заплатите ничего. Если вы просрочите там на какое-то время, на один день, два и так дальше, вам еще до начислят за вот это время, вот примерно такую же сумму. Ну, то есть, по факту, будет работать 1% в день. Поэтому очень важно возвращать вовремя, а желательно заранее. То есть, мы берем на 2 недели, вернем там на 5-7 день. Нажимаем «Получить бесплатно». Здесь стандартная форма, заполняете имя, фамилия, имейл, мобильный телефон, затем ваши паспортные данные, затем дополнительная информация, там, трудоустройство, вид занятости, обучение и так далее. И вот здесь, получение денег, вам либо будет нужно привязать карту. Привязка очень простая, стандартная, как интернет-оплата в каком-нибудь интернет-магазине. То есть, вы указываете номер карты, число, месяц, год, сиф-код. И там на карте у вас должно быть какие-то там пару рублей, они спишутся на пару минут и вам уже потом вернутся. И на эту же карту вам в случае одобрения микрозайм будет зачислен, и с нее же вы потом вернете. Еще раз, очень важно, читайте здесь внимательно все условия. Тут могут появиться какие-то дополнительные опции, там, страховки и так далее. От этого все отказываемся, вам ничего не нужно, нам в чистом виде нужно взять какую-то сумму, ну, в данном случае 2,5 тысячи рублей. Вы можете взять там тысячу, две, три, ну, в общем, в таких пределах. И, соответственно, на таких вот условиях без каких-либо дополнительных опций. Смотрите, чтобы у вас здесь сумма не увеличилась. Вот вы заявили 2,5 и если вдруг сумма начала расти, значит, там походу появились какие-то дополнительные опции. Это страховки или что-то еще. То есть, от этого всего будете отказываться, следите, чтобы сумма не увеличилась, если вы получили ее именно на условиях, которые вы в базисе заявили. Ну, в данном случае там 2,5 тысячи рублей на 15 дней, чтобы вот здесь вот цифра вернуть не увеличилась. Все, то есть, берете займ на определенное время, заранее его возвращаете, и таким образом вы активируете свой бизнес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!